Здравствуйте! Вы смотрите Голос Америки в прямом эфире на нашей странице в Фейсбуке. Меня зовут Яна Гринблот. Сегодня нам предстоит разобраться в нарастающем конфликте США и Ирана и общем обострении отношений на Ближнем Востоке. Напомню, пока весь мир отмечал новогодние праздники, произошли следующие события. 27 декабря проиранские вооруженные формирования в Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу. В ответ на это 30 декабря армия США нанесла удар по вооруженным формированиям Ктайб-Хизбалла. 25 боевиков были убиты и 51 ранен. Уже на следующий день у посольства США в Багдаде начались протесты. Демонстрантам удалось проникнуть на территорию посольства и разгромить приемную. Американские дипломаты не пострадали. Рано утром в пятницу 3 января вооруженные силы США нанесли точечный удар в аэропорту Багдада, в результате которого был убит второй человек в Иране, генерал Касем Сулеймани. Прошлой ночью из территории Ирана были выпущены ракеты по иракским военным базам, на которых располагается американский контингент. По предварительным данным пострадавших нет. О предпосылках эскалации и возможных последствиях поговорим подробно в прямом эфире с одним из редакторов «Голоса Америки», любителем истории и специалистом по вооруженным конфликтам Александром Григорьевым. Ждем ваших вопросов в комментариях. На самые интересные из них попытаемся ответить в прямом эфире. Саша, спасибо, что пришел. Давай начнем с середины. Президент Трамп после ликвидации Сулеймани объявил, что США готовы нанести удар по 52 целям в Иране, которые символизируют 52 американских заложника. Но этих заложников освободили в 1981 году. С тех пор отношения между странами хоть ненадолго становились как-то теплее. Ненадолго. И очень символично, что началось все это с захват американского посольства в Тегеране. И продолжается сейчас с атакой на американское посольство в Ираке, которое было организовано иранскими корпусом стражей исламской революции, о котором мы поговорим чуть позже, вероятно. Ситуация очень плохая, потому что конфликт между Соединенными Штатами и Ираном никогда не заканчивался. То есть, были периоды затишья, были периоды перехода в какую-то горячую фазу. И он все чаще переходит в действие через так называемых прокси. То есть, Иран действует через своих союзников в регионе, не только в регионе. Он поддерживает, финансирует, обучает многие террористические организации, организации, которые могут быть теоретически признаны. Милиция. Например, это Хамас и Хизбалла, всем известные. Он имеет политических союзников во многих регионах мира. В Латинской Америке это Венесуэла, например. И Иран активно использует политическую силу шиизма. Например, в свое время для меня стало большим сюрпризом узнать, что он пытается создать свою политическую базу в Амазонии. Туда отправляются миссионеры шиитские, которые обращают в шиизм целые индейские племена. То есть, в перспективе это может привести к формированию достаточно серьезного политического проиранского лобби среди жителей Бразилии. И то, что мы наблюдаем с уничтожением Сулеймани, это один из эпизодов войны. И они просто США уничтожили одного из стратегов вот этой международной экспансии Ирана. Вот у нас есть вопрос один. А почему Иран не отдает черный ящик Боингу? Ну, это такой более злободневный вопрос, но достаточно интересный. Я не знаю, почему он не отдает черный ящик Боинга. Может быть, он отдаст. Я не хочу, так сказать, отвечать за вопрос, который я не могу ответить. Но действительно похоже на то, что иранские ПВО перепутали пассажирский самолет с каким-то американским военным самолетом. Ну, пока данных по этому поводу нет, но самолеты, да, просто так не падают. Мы можем только спекулировать. Мы можем только спекулировать, да. Хорошо. Если говорить о начале, так сказать, даже президентской кампании действующего президента Дональда Трампа, он очень критиковал иранскую сделку. Вот что конкретно не устраивало Дональда Трампа и администрацию действующего президента в поведении Ирана на международной арене? Главной претензией к этой сделке было то, что покрывается только одна часть иранской программы. Это именно ядерное оружие. Помимо этого, Иран занимается активной разработкой баллистических ракет, которые, если мы говорим, например, о России, способны долететь до Курска. Он активно поддерживает террористические организации. Он финансирует партии движения, которые действуют в направлении политического шиизма, который был некогда сформулирован Айталой Хамени. То есть иранская теократия, она по большому счету, если отбросить все временные политические моменты, она готовится к концу света. И ведет борьбу с дьяволом, которым олицетворяют различные силы, политики, государства и так далее. Для того, чтобы правое дело восторжествовало. К этой борьбе с дьяволом относятся сунниты, то есть другие представители. Безусловно. Это вечный конфликт между шиитами и суннитами. Иранцы действуют как и националисты, как государство с давними имперскими традициями. И как религиозный центр одной из не мировых религий, но одной из мощнейших направлений в этой религии. Исламский шиизм. Шиизм ислам, извините. И как глобальная держава. Потому что Иран имеет интересы, филиалы и проводит операции далеко за пределами региона. Но я напомню о взрывах бомб в Буэнос-Айресе. Теракты в Буэнос-Айресе с огромным количеством жертвов были организованы иранскими спецслужбами. И вот корпус стражей исламской революции, которому принадлежал покойный, которым руководил покойный. Это невооруженные силы, не надо это путать. Но это корпус стражей исламской революции обучен лучше, оснащен лучше. И руководствуется не военными уставами, он руководствуется идеологической индоктринацией. Вот этими идеологиями, которые исходят от шиизского руководства страны. Но вот есть интересный момент такой в Иране. То есть получается, что с одной стороны это демократия. Как ни странно, там есть президент, там существуют выборы и так далее. Но с другой стороны есть вот этот айтолл, который руководит и есть вот эта секретная служба. Рахбаб, да, у которого по большому счету высшая власть государства. То есть он может утвердить или не утвердить результаты любых выборов. Он назначает высших чиновников, в том числе высших военных руководителей. И очень важный момент еще, то, что вот эта теократия, она не доверяет иранской армии. Это началось с давних пор. Армия подчинена фактически, имеет низший статус, чем корпус стражей исламской революции. То есть существует такие две верхушки власти, получается. Одна более-менее демократическая, но другая... Ну, Иран в какой-то степени демократия. Другое дело, что это демократия управляемая. То есть там были многочисленные протесты в прошлые предыдущие годы, как раз по поводу того, что иранцы считают, что результаты выборов украдены. Но тем не менее, да, там происходит смена власти. Там меняются президенты, чего не происходит в других странах, например. Ну вот интересно, то есть, если снова говорить об иранской сделке, то есть получается, что иранская сделка контролировала именно производство ядерного, возможности для производства ядерного оружия. Сейчас, вот прошлой ночью с территории Ирана были выпущены ракеты, классы «Земля-Земля», то есть они могли бы нести ядерные боеголовки, если бы таковые имели. И мы также знаем, что у Ирана есть возможность для обогащения урана в мирных целях. Вот по прогнозам аналитиков, насколько долго, за какое время Иран мог бы разработать ядерное оружие? Это замечательный вопрос, потому что я вот слежу за Ираном много лет, много десятилетий, и вот эти прогнозы, они все время, так сказать, авторы прогноза все время ошибались. То есть под конец, когда мы подошли к моменту заключения этой сделки, была теория, что Иран готовится создать всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы создать эту МНУБОБУ и на этот момент остановиться, что в случае нужды он способен ее изготовить за год или за полтора. То есть, ну, по большому счету, больших сложностей для этого нет. Это технологии 40-х годов, 20-го века. У Ирана есть все необходимое для того, чтобы это сделать, за исключением большого количества обогащенного урана. И если Иран сейчас активно вступит, вернется на этот путь, то через какое-то время он получит необходимое количество расщепляющихся материалов для создания этого самого ядерного заряда и официально присоединиться к ядерному клубу. Но для этого ему надо будет испытать этот ядерный заряд. Для чего, как говорит разведка, уже давно был выкопан специальный тоннель в горах, где должна была быть взорвана эта самая иранская ядерная бомба. Вот у нас есть вопрос от нашего зрителя. Приветствую. Как гипотетически могут повести себя прямые соседи Ирана, если начнется активная война? И чем активная война им грозит? Я имею в виду кавказские страны и Россию в том числе. Я ничего не могу сказать. Никакое нормальное государство не может быть заинтересован в том, чтобы оказаться на вене фронта. Если начинается какой-то большой вооруженный конфликт, неизбежны случайные атаки, случайные обстрелы, потоки беженцев, эпидемии. Огромное количество неприятностей, которые несет любая война для любого государства. Участвует она в этой войне или не участвует. Мы видим, что война по большому счету активно велась уже последние годы. Саудовская Аравия и ее союзники в регионе воевали в Йемене, против сил, которых активнейшим образом поддерживал Иран. Война вела в Сирии, где Иран стоял на стороне Башара Асада и воевал, соответственно, с силами которых поддерживали другие арабские государства. Но при этом помогал в борьбе с ИГИЛ. Потому что ИГИЛ оказался всеобщим врагом, и сейчас ИГИЛ это фактор, который мы должны снова начать учитывать. Потому что мы не знаем, каким образом эти события повлияют на действенность ИГИЛа. Он уничтожен, он разбит, но не уничтожен. Вернемся к военным действиям. Согласно закону США о военных действиях, он был принят в 1973 году. Президент может начать военные действия только с разрешения Конгресса. Естественно, было много разных отклонений в сторону. В том числе в 2001 году обе палаты парламента проголосовали за разрешение использования вооруженных сил в ответ на теракты 11 сентября. Но в этом документе речь идет о Аль-Каиде и Талибане. Это решение использовали в других конфликтах, в том числе против ИГИЛ и в Африке и так далее. Но возможно ли настолько повернуть закон, чтобы применить его к Ирану? Этот закон был принят в 1973 году, когда США были завязаны, по колено стояли войны во Вьетнаме, не объявлены войны. И демократический конгресс пытался ограничить деятельность президента Никсона, чтобы он этот конфликт не расширял и постарался из этой войны выйти как можно быстрее. С тех пор Соединенные Штаты не объявили ни одной войны. Если не считать таковой войну с глобальным терроризмом, это было не объявление войны государству другому, а это было объявление войны террору, то есть некому негосударственному феномену. Сейчас и неоднократно Соединенные Штаты проводили военные операции за своими пределами. Задействовали вооруженные силы в самых разных обстоятельствах. И обычно подавали Конгресс несколько десятков подобных объяснений, запросов направлял с президентами в Конгресс. Конгресс далеко не всегда реагировал позитивно. Например, Конгресс требовал, чтобы администрация Обамы прекратила то, что она делала в Ливии. И администрация Обамы не пошла на поводу Конгресса, продолжала действовать. Конгресс ничего не мог сделать по этому поводу. Поэтому, по большому счету, это такой политический маневр, который используется политиками для решения каких-то внутриполитических задач, в том числе и внешнеполитических. Потому что сейчас последние опросы показывают, что действия президента Трампа в значительной степени, как обычно, поддерживаются республиканцами, но очень низка его поддержка у демократов. Эти опросы были проведены до того, как Иран нанес удар по американским лагерям, базам в Ираке. Но вот говоря об этом, в 2011 году Дональд Трамп, тогда еще даже не кандидат в президенты, он неоднократно публично заявлял, что президент Обама вот-вот начнет войну с Ираном, чтобы выиграть выборы и переизбраться на второй срок. Сегодня Дональда Трампа самого обвиняют в политических мотивах этого конфликта. Вот насколько позитивно вообще в истории войны отражаются на рейтингах президентов? Они по-разному отражаются. Ну, была знаменитая комедия «Хвост виляет собакой», которую все всегда вспоминают. На самом деле, да. То есть, если президент начинает войну, если он начинает особенно победоносно вести, то его рейтинги вырастают. Но это не гарантирует ничего. Джордж Буш-старший выиграл войну с Саддамом Хусемом, освободил Кувейт и проиграл выборы, несмотря на это. Джордж Буш-младший имел невероятные рейтинги после 11 сентября, но потом его рейтинги были очень низкими. Барак Обама провел успешную операцию в Ливии. Вместе, кстати, с международным сообществом, я бы хотел подчеркнуть. Это Соединенные Штаты не в одиночку действовали. Это было коллективное решение. Про коллективное решение. А вот сейчас Соединенные Штаты в одиночку действуют или у них есть поддержка международного сообщества? Исторически, вот это очень еще забавный момент, Соединенные Штаты в Персидском заливе опирались на два государства. В эпоху холодной войны на Иран и на Саудовскую Аравию. Но потом произошла исламская революция, Иран стал игроком самостоятельным. И сейчас Соединенные Штаты очень активно сотрудничают, прежде чем с Саудовской Аравией, но и с другими суннитскими государствами в регионе. У которых, кстати, тоже свои проблемы с шиитами. Там значительные шиитские меньшинства, которые, как правило, во многих случаях лишены гражданских прав полноценных. Там все очень сложно. Не будем туда влезать. Но суннитские монархи очень опасаются усиления Ирана. Этого опасается Египет, который традиционно видит себя лидером арабского мира. И безоговорочным лидером. Иран пытается перехватить вот эту самую пальму первенства лидирующего исламского государства. То есть, некогда этот титул получил Пакистан, у которого появилась первая исламская атомная бомба. То есть, бомба дает этот статус. Международная активность дает этот статус. Ну и то, что делает Иран, в значительной степени это первостепенная угроза государствам региона. Теракты проводятся на территории Ближнего Востока. Вооруженные милиции, которые выполняют приказы Тегерана, действуют на территории других государств Ближнего Востока. И от действий Ирана страдают большей частью соседние арабские страны. Поэтому арабские государства, как я могу предположить, будут поддерживать Соединенные Штаты. И вот попросил один из зрителей предположить, будет ли ответный удар по Ирану. Это вот мы через 40 минут узнаем, потому что через 40 минут будет выступать президент Трамп с обращением. И он скажет, вероятно, о том, какое решение он принял. И я призываю не уходить с нашей страницы. Там будет его обращение с синхронным переводом на русский язык. Я вот постараюсь высказать свое мнение, которое никоим образом не имеет никаких оснований. Мне кажется, что президент Трамп не пойдет на эскалацию конфликта. У этого есть много причин, я не буду в них углубляться. Скорее всего, конфликт удастся загасить на этой стадии. Спасибо большое. Мы будем возвращаться, видимо, и следить за развитием событий. Проверить этот проект можно будет через 40 минут. Проверим, насколько прогноз оказался правильным. Через 40 минут оставайтесь с нами. Прямая трансляция речи президента Трампа ожидается в 11 часов по Вашингтону. И мы будем транслировать ее с переводом, с синхронным переводом на русский язык. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин